Вот они, новые представители общественности. В этом году утверждён новый состав общественной палаты Полевского городского округа. Всего 15 человек. Напомним, что согласно положению, состав утверждается на основании кандидатур, выдвинутых главой города, Думой и общественной палатой. Соответственно, по 5 человек от каждого органа. Председатель общественной палаты Валерий Колотилов сегодня торжественно вручил удостоверение своим коллегам. В состав общественной палаты, как и прежде, вошли представители различных профессий. Здесь и предприниматели, представители профсоюзных и ветеранских организаций города. Именно многих известны большому кругу поливчан. Но перед тем, как приступить к работе уже новым составом, Валерий Колотилов поблагодарил тех, с кем в течение последних двух лет работал в общественной палате. Спасибо. Надеюсь, неужели быть посредником между Думой, администрацией, чтобы у нас все это было дружно. Быть буфером между гражданами и администрацией. Свои пожелания новому представительному общественности высказали сегодня глава Поливского городского округа Александр Ковалев и председатель Думы Олег Егоров. Я вижу, что это тот ресурс, который надо использовать в объяснении и в решении ряда вопросов. Но институт, который в первую очередь должен корректировать саму власть, представительный орган и администрацию, и главу в тех вопросах, которые вызывают особую тревогу в населении. Это, в принципе, оперативный народный штаб, который должен сегодня в городе работать. Нам просто необходимо, я считаю, ваш опыт, ваши знания, изучение общественного мнения, формирование общественного мнения. Поскольку процессы на территории Поливского городского округа, вы их прекрасно знаете, они сложные, это и экологические вопросы, это Северский пруд, это, как я сказал, рабочий поселок Зюзилка, это вопросы и формирования бюджета, расходования бюджета, те направления, которые мы должны обязательно выдерживать, учитываемые мнения ваши. После небольшого вступления перешли к рабочим моментам, и первое, что сегодня интересует общественников, это дороги. В частности, Валерий Колотилов поинтересовался, когда же будет проложена дорога до поселка Березовая роща, а еще ему не безразличен внешний облик родного города. К примеру, горожане хотят знать, что за строение появилось в районе Центральной городской больницы неподалеку от бывшего остановочного комплекса. Ничего, но у нас в середине города появляются такие вот объекты. земельный участок выделен в 10-м или в 11-м году. Прошел он комиссию, в соответствии с законом, там нарушений нет никаких. Вчера строят Торопов Михаил Александрович, это его объект. Вчера мы с ним собирались, по благоустройству проговаривали, по цветовой гамме проговаривали, по освещению. В этой части, значит, там было сейчас дополнение, изменение в этот проект сделано, и фасадная цветовая гамма, и определенные там вещи были сделаны. Не дожидаясь вопроса по зюзельскому карьеру, Александр Ковалев довел до сведений общественников последнюю информацию. Напомним, что в течение всей этой недели специалисты городской администрации изучают мнение зюзельчан. Опрос будет завершен 11 апреля. Ряд документов не представлено в администрацию. По ряду документов есть вопросы, на которые ответы мы не получили. Это вопросы по согласованию, о чем мы начали говорить, грузопотока. Сегодня у них одно только согласование грузопотока. Это через деревню по западной улице, выход на зюзельскую дорогу, и опять через весь город, 50-ти тоники. Я попросил расшифровку расчета грузопотока по осям. Этого не представлено. Первое заседание нового состава общественной палаты прошло плодотворно. На многие интересующие вопросы общественники получили ответы, что называется, из первых уст. Татьяна Усынина, Сергей Чижов. Новости нашего города.